Турнир Сегодня пять представителей города-курорта входят в сборную России. Организаторы отмечают, что уровень участников растет год от года. Большая заинтересованность и большая заслуга родителей. Очень помогают родители нам в развитии нашего вида спорта Кио-Кусинкай именно здесь, в Анапском районе, в городе Анапа. И ребята видят динамику, видят рост, видят в себе силу. Им очень нравится вид спорта и заинтересованы, они идут только вперед. Анапская школа Кио-Кусинкай в этом году исполняется 20 лет. Тогда в секцию к Александру Киму пришли 20 человек. Сегодня у тренеров занимаются около 350 человек самого разного возраста. Наверное, самая основополагающая характеристика этого направления является высокая дисциплина, уважение к старшим, любовь к родине, те цели и ценности, которые необходимы для настоящего мужчины, для настоящего патриота и гражданина современного общества. Нина, давай, давай, на пол! Самым юным спортсменам по 7-8 лет у них еще не бой, а тренировочная схватка. Артем Рудовский приехал с мамой из Крыма. Мы отдали в такой вид спорта, потому что у меня гиперактивный ребенок. Вот ему надо куда-то девать эту энергию. И ребенок стал более дисциплинированным. Он начал чувствовать ответственность. Их учат не обижать слабых, не обижать девочек, помогать друг другу. Они стали намного самоорганизованнее. Чтобы ходить в секцию, Артем должен хорошо учиться. Это одно из главных условий. У него появились новые друзья, они же соперники по татами. Но здесь градация четкая. Общий настрой на жизнь боевой. Я хочу стать летчиком военным, чтобы защищать снег по нашу страну от врагов. Сверстников Артема в зале большинство. Это вполне можно считать подтверждением растущей популярности Кеокосинкай в Анапе. А также говорит о перспективах данного вида единоборств в целом. Таким образом, на ближайшие годы обеспечена длинная скамейка запасных, которые будут готовы защищать честь города, края или даже страны.